Я живу в России, где мы и глены... Музыкальный проект «Города России» объединил в себе авторов и исполнителей патриотических песен из 15 регионов страны. Уже три года в День Победы авторы проекта проводят фестиваль «Песни Победы» в Музее Великой Отечественной войны на Поклонной горе. Теперь и у жителей Ленинского района появилась возможность познакомиться с талантливыми музыкантами. Концерт состоялся в зале Центра культуры поселка совхоза имени Ленина. Мы очень заботимся о духе, патриотическом духе подрастающего поколения, поскольку я сама являюсь автором 300 песен и много песен этих именно патриотических. У меня очень много коллективов со всей страны, эти песни просят в свой репертуар и я отдаю. И кроме того, приходит очень много авторов, у которых тоже такие песни есть, очень важные, значимые, тем более такое непростое время наше сегодняшнее. Организаторы проекта помогают вокалистам показать свои песни более широкой аудитории. Ведь для автора главное, чтобы его творчество было услышано. Музыканты уже посетили Новокузнецк, Санкт-Петербург, Екатеринбург и другие крупные города. Сам по себе проект очень уникален, потому что в нем участвуют многие, многие исполнители из разных регионов России, из разных регионов нашей великой и большой необъятной страны. Проект «Города России» — это не только концерты, но и возможность для исполнителей записать свою музыку на студии и выпустить сборники песен, которые организаторы рассылают в Министерство обороны, Министерство культуры, а также в различные музеи патриотической направленности. Зрители концерта могли увидеть как малоизвестных певцов, так и, например, финалистов Всероссийского вокального конкурса «Новая звезда» — братьев Виктора и Демьяна Шумковых. С детства сами поем патриотические песни. Помимо, естественно, популярной музыки, мы воспитывались в духе патриотизма. Она с мамой воспитывала, и мы всегда пели патриотическую музыку. Вот поэтому мы с удовольствием откликнулись, с удовольствием выступим сегодня и порадуем своими песнями. «Города России» объединили в себе профессиональных музыкантов, а также тех, для кого музыка всю жизнь была творческой, отдушиной. Дмитрий Чабанов из Москвы свою первую песню написал в 60 лет. Сейчас у него их уже более 40. Как автор я должен за каждое слово, как говорится, отвечать. Испытываю волнение. Больше всего волнение и гордость. Все-таки Россия жива. А Екатерина Спиридонова специально приехала из северной столицы, чтобы выступить в Ленинском районе. Первая песня — это «Блокада». Ее написала Ольга Алмазова, организатор этого концерта. Это песня про блокаду Ленинграда, про военные годы и про то, как тяжело было людям справляться в это трудное время. Вторая песня называется «Я самая счастливая». Ее написала Наталья Логоша и Ирина Черепица. Это наш питерский композитор. А вот автор слов — она из города Старый Оскол. География авторов и исполнителей такая же широкая, как и бескрайние просторы нашей страны. Стоит отметить, что зрительный зал в этот день был полон. А значит, патриотические песни находят отклик в сердцах людей. Дмитрий Книга, Данил Свидерский, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ. Данил Свидерский, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ.